Редактор субтитров А.Семкин У Гомелі вызначили левших школьных повараў. Сьогодні на Галунае площа обласного центра адбудзіцца святочная акція «Запалюваем ёлку разам». А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Генеральны план соціяльно-экономічнага развіцця Гомеля скарэкцірованы напіред да 2025 года. Адпавідны указ на гэтым тыдні падпісаў президент Беларусі. У приватнасті плануяцца пашырыць вытворчую зону і удасканаліць сферу абслуговання. На свабодных тэриторіях працягніцца будавніцца соціяльна запатрабаванага жылля. Новая жылыя комплексы з'явяцца ў темліку там, дзе будуть зносіцца старыя, приватныя і малапавярховая дамы. І ў працяг тэму будавніцтва. Прикладна тысячу арэндных кватэр пабудуюць ў наступным годзі на Гомельщыні. Гэта на 50% больш шым сёліта. Новая дамы з'явяцца ў Гомелі, Мазыры, Рэчыцы, Светлагорску, Рогачові, Жыткавічых і Добрушы. Увагулі ў регіоні вырашылі змяніць стратэгію планавання будавніцтва арэнднага жылля. Та крайвы канкамы правудзяцца пэтэнні сірод грамадзян, які стояць ў Чарзе на пляпшэнні жылёвых умов. На аснові отрыманых звістыкі фарміруюцца праекты забудовлі. Дякуючы арэндным кватэрам вырашацца шэрах задач. Па перше, многія сэмьі мугуць палепшыць жылёвые умовы. А крамя таго, молодэй спецэціалісты больша хвотна паедуць на працу ў районы. І ашчээ дзін аргумент – грошы, отрыманныя ў якасті арэнднэй платы, дзяржава можа тратіць на будавніцтва новых дамоу. Да іншых тем. З установленнім лядувага пакрыця на водайомы вышлі рыбаки. Аднак занятак гэта даволі рызыковны. Нагомішчы не лік загінувшы хужу адкрыты. З рыбалкі не вернуліся три чалавекі. Каб попередзіць рост сумной статыстыкі, профілактичныя рэйды проводзіць літеральна кожны дзень. У адным з ях пабывала Ганна Кавалёва. Нягледзічы на моразы, лёд на водайомах яшчы тонкі, максимум 15 сантыметров. Безпечным ён стане прытывшыніл 25 сантыметров. В опытныя рыбаке вазначаюць трывалаць лёду паколіры. Прозрысты зеленоватым ті синім оттеням саму надзейны. А вось белы ті жёлтоваты ў два разы тоншайшы. Але зараз оцініць яхо складана. Водайомы накрыты снежным покровам. Гэтае правила може не спрацаваць яшчы і тому, що лёд формируецца кропкова. Тому виротовальнія сродкі повинны быць заусёды прасабе. Ті прытрымліваюцца гэтага рыбаки, провірала спеціальна комісія. Не поспешы ступить на лёд, супрацівники АСВОД, МНС і милиції зустрікають перших рыбаку і перші порушення. А де спасательні жилеты? В машині он не должен быть. Ви йдёте на лёд, тимбо йдёте на лёд. Де спасательні жилеты? Наступний зустрічний і знову бісками зельки. С кожним таким рыбаком виротовальнікі проводять розмови і уручають пам'ятки з правилами безпеки. Зарод їх не збираться на льду групами, тримати дистанцію і стиракчуся незамерзлых лунок. При выході на лёд, ми, звісно, рекомендуємо рыбакам в першу черзі, це спасателі жилет. Тому що спасателі жилет, він завжди поможуть удержатися на воді какое-то время і до прихода помощі. Вторе, що ми рекомендуємо постоянно, це иметь верівку 15 метрів, можна бути 15-20 метрів, з грузом на другому конці, петлі зав'язується сюди. С 30 чоловік на заливі Ракі Сош тільки один у виротовальній камізельці. Рыбак з великим стажем і при гэтам одзійна жанчина на лёді Наталя Губська. Каже, притримливаць правила об'язпеки навлучшил вопыт. Офіційна із оборони на рыбалку 7 сантиметрів. Меновіто такі нормати указані у правилах оховы життя людей на водах, як допущальна минимальна норма. С кожним днём рыбаку на водоемах усе більш. І на Гомельщині такі рейды сі літо проводять што дня. За пошні два тижня. Іх відбулось більш за сто. І у кожним фіксували факты безотказності. Зачастую на лёд виходять у нас діти, а також рыбаки. Паэтому родителям необхідимо обратити внимание, що не треба оставлять своїх дітей без присмотра, а тим боле обезопасити от вихода на тончайший лёд. Рыбакам, конечно, запретити выход на лёд ми не можем. Запретити зимнюю рыбалку. Паэтому, в першу ошері, їм треба помнить, що їх дому ждуть близкі. Ганна Ковалёва, Валерій Гапанько, телерадиокампанія Гомель. Серьезное ДТЗ под Гомелем. Авары отбылись на передаче на трассе М5 Гомель-Минск. Легковый Мерседес рухался в бок Гомеля. Неподалеку от агрогородка Урыцкая автомобиль урезался у огороджу разделяльной полосы. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия, а ехавший в качестве пассажира на заднем сидении автомобиля ребенок 8 лет с тяжелыми травмами доставлен в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело. По части 2 статьи 317 проводится проверка. Протягиваем выпуск. Лепших школьных поваров вызначили у областном центре. Смак, оригинальность, а головная корысть. Менавито гетые критерии необходимо было уличить уделникам при приготовлении конкурсных страв. Вероника Ворошилина назирала за ходом кулинарного поединка. Конкурс профессийного майстерства сирот поваров Гомельского городского комбината школьного харчевания ладится раз в два годы. Сюлятый он объединял пять команд от каждого района Гомеля у першиню сборную молодых специалистов. При этом лепших майстров кулинарные справы вызначали не только сирот работников школьных столовых. У профессийного поединка так само сошлись повары двух ресторанов. Профессия повара, наверное, традиционно кажется, что она очень скучная и однообразная. И мы своим конкурсом хотим доказать, что на самом деле это искусство. Искусство, так же, как и музыка, как и стихи, наверное, искусство готовится, это тоже мастерство. На конкурсных столах салаты, мясные выробы и навод суши. Не забыли и про любимые присмаки детей – булочки, перчевы и пирожные. Гомельский городский комбинат школьного харчевания обслуговывает 94 установы эдукации. Профессийное споборность позволяет работникам столовых продемонстрировать через абсолютно новых, креативных и обовязково корыстных страв, которые могут быть уведены в школьный рацион. Например, вот творог, розочки из творога, печенье, котлеты, крабик. Туда вот входят крабовые палочки или мясо, свинина. Панируется котлета, обжаривается, доводится в жарочном шкафу. Оно и вкусно, и полезно детям. Презентация страв к команду «Дельниц» оценивалась по нескольких критериях. Это захование технологии и приготовления, санитарных норм и правилов. Наявность технологичной карты, смаковые якости, оригинальность оформления и подачи блюд. Оценки конкурсанта выставляла профессийная жура и незалежные эксперты из лику новученца у гомельских школ, дарившихся родоголовных пропанов подлетков. Прогожий внешний выгляд страв им хотелось оббачить и у своих школьных столовых. Из-за того, что маленькое количество времени, нужно очень много чего накрыть, много классов, не успевают как-то красиво оформить и так далее. А от этого даже вкус, мне кажется, улучшится. Да, было бы очень даже неплохо, даже если бы ту гречку с каким-то мясом и салатиком оформили как-то красивенько. Все же было бы приятнее. Обычно бы травку наверх положили, казалось бы, много гармоничнее, чем есть. По выниках с поборництва на третье место оказалась и команда центрального района, на другим – челуношного. На первую переможную приступку пьедыстала взнялась и команда повара у Новобелецкого района, якая поделилась с нами сокретом своего кулинарного поспеху. Прежде чем что-то приготовить, продумать стол, мы с коллегами советовались и решили, что все-таки самое важное – это здоровье, это детское питание, чтобы оно было здоровым, сбалансированным, удобным, красивым, чтобы детям нравилось. Мы за это, поэтому мы выбрали такую яркую цветовую детскую тематику, преподнесли ее нашим судьям, понравилось, удалось, мы довольны. После закончения конкурса все присутные смогли поспробовать приготовленные стравы. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, Пелерадуя Кампания «Гомель». Сегодня у 17.01 на Головной площади Гомеля отбудется святочная акция «Запаливаем елку разом». Традиционная она будет сопроводжаться яскравым шоу с удделом Деда Мороза и Снягурки, а так само символом надыходящего года – вогненного пеуня. Все лето Головная елка в области Майевышиню больше, как 30 метров, и смонтирована с 2000 штучных галин. Ее упругожванием стали 60 светлодиодных ярляндов и вифлеемская зорка. На площади так само смонтированы детячий казочный городок, резиденция Деда Мороза и гандлевые роды для рамесников и предприемства у областного центра. У программе сегодняшнего свято – музычные и хореографические номеры у выполнения творческих коллективов и артистов Гомеля, а так само массовый молодежный флешмоб, у яким примутю дел больше, как 500 человек. Это новогодний флешмоб. Собираются студенты шести наших высших учебных заведений. Они вот таким музыкальным поздравлением хореографическим поздравят всех гостей и жителей города Гомеля с наступающим Новым годом и с уходящим годом культуры. Гэтэ, а так само іншая новинный, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.bivay На гэтым выпуск завершенный у студы працавала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги ждем вам удалого дня. До новых встреч у эфиры.